С середины февраля во всех поселениях Славянского района проходили открытые сессии советов поселений. В минувшую среду итоговый отчет перед депутатами и жителями района одержал глава муниципального образования Роман Синеговский. О результатах работы муниципальной власти над созданием комфортной среды для проживания в Славянском районе расскажут мои коллеги. Отчетная сессия районного совета прошла в традиционной открытой форме. На нее было приглашено порядка 700 жителей района. В их числе руководители предприятий, учреждений, предприниматели, представители общественности, работники социальной сферы. Для последних участие в сессии еще и выставочная площадка. В организованной перед началом сессии выставки достижений наших товаропроизводителей презентации провели как хорошо всем известные компании, такие как Славянский комбинат хлебопродуктов, Славпром, консервный завод, который, кстати, в 2016 году стал одним из флагманов среди предприятий, инвестирующих в экономику Славянского района, так и только набирающие обороты предприятия. Предприниматель Андрей Федоров в 2016 году открыл в хуторе Барниковском первое в районе производства газоблоков. Сначала своими силами, своими вложениями, потом была помощь от администрации, от нашей, от субсидии. И вот удалось в прошлом году это все запустить. В этом году, я думаю, что мы выйдем на плановые показатели объема выпуска и будут и заказы. В числе приглашенных на сессию были и главы поселений района. Ведь общие достижения муниципалитета состоят из больших и малых побед каждого населенного пункта. Сегодня отчет дает глава района. Мы, конечно, его первые помощники. Надеемся, что депутаты районного совета дадут высокую оценку о работе главы Романа Ивановича Сенегловскому. Так как действительно за год сделано очень многое и все сделано во благо процветания Славянского района. Готовясь заслушать отчет главы района, депутаты районного совета делились своим мнением о политике, которую проводит исполнительная власть. Мне очень приятно и отрадно, что совместно с районной администрацией, с краевой удалось воплотить в жизнь проект газификации хутора Деревянковка. Приятно, что глава района, конечно, обращает внимание на такие отдаленные поселения, как мы. Мы чувствуем внимание, что нам внимание уделяется, что о нас заботятся, что о нас беспокоятся. В президиуме открытой сессии 2017 года депутат Государственной думы Иван Гемченко, заместитель директора Департамента внутренней политики края Вадим Козлов, заместитель председателя Законодательного собрания края Виктор Чернявский, глава Славянского района Роман Сенеговский. Открыл сессию председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. В своем докладе глава Славянского района Роман Сенеговский отметил положительные моменты, которых удалось достичь муниципалитету по таким направлениям, как экономика, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, правопорядок и работа с населением. Основная часть отчета касалась достижений в социальной сфере, которая является основной статьей расходов в районном бюджете. Глава поблагодарил работников отрасли образования и их воспитанников за те достижения, которые прославили район в 2016 году. Представители бизнеса, которые активно принимают участие в жизни района, тружеников села за труд и достойные показатели в отрасли. Районная власть открыто взаимодействует со всеми, конструктивно рассматривает поступающие от общественников предложения. Сегодня я благодарю общественников, всех жителей, которые неравнодушны к судьбе района и принимают активное участие в летописи его славных дел. Спасибо ветеранам войны и труда за их поддержку и мудрые советы. Выражаю благодарность за совместную работу командников поселения. По окончанию доклада присутствующие смогли задать Роману Синеговскому свои вопросы. Оценку деятельности органов местного самоуправления славянского района дал и присутствующий на сессии заместитель директора департамента внутренней политики Краснодарского края Вадим Козлов. Он отметил, что доклад главы района – это объективный анализ проделанной за год работы. Район в 2016 году реализовал большое количество социально значимых проектов, таких как открытие групп в детских садах, строительство офиса врача общей практики в станице Черноярковской, организация газоснабжения отдалённых населённых пунктов района, строительство детских и спортивных площадок. В краевых рейтингах славянский район занимает ведущие позиции в вопросах экономики и инвестиционного развития. Об одном показателе Роман Иванович в своём выступлении умолчал – это рейтинговая позиция главы муниципальных образований. И вот в этом краевом рейтинге главы муниципальных образований он лично занимает одну из лидирующих позиций. Это его уже инвестициональная расступа и та поддержка, которую оказывается людям. Кроме того, на открытой сессии выступил депутат Государственной Думы, представляющий интересы славянского района Иван Демченко. Он доложил о тех делах, которые успел выполнить на территории муниципалитета за время своей работы в Думе седьмого созыва. И поблагодарил собравшихся за высокий уровень доверия, оказанный ему на прошедших осенью 2016 года выборах. Вам огромное спасибо за поддержку. Почти 70% людей нашего района проголосовало за меня на выборы в Государственную Думу. Это очень высокий показатель, один из самых высоких в стране. Мы, конечно, работаем с главой, со всеми ветвями власти и с правоохранительными органами. Очень слаженно в районе. Понимаете, когда поднимаются и решаются проблемы очень быстро, и это оценивается населением. Заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский охарактеризовал прошедший год для славянского района как год движения вперед. Роман Иванович сказал, что у нас по итогам 2016 года Кировское сельское поселение и славянское районское поселение в соревновании среди поселений заняли третьи места. Я добавлю, что они получат не только почетные грамоты и уважение. Славян Кировское получит дополнительно полтора миллиона рублей на решение вопроса местного значения из краевого бюджета. А славянское районское – два, что на миллиона рублей. Это тоже хорошая прибавка, и так держать. Продолжите поздравить наших дружинников, маленьких мэров, тех, кто на передовой. Итоги подведены в соревновании ТОСов. И первое место занял ТОС Анастасиевской. Кроме ее личной премии ТОСу будет направлено 500 тысяч рублей на обустройство территории. Хутор берегов Кировского сельского поселения – второе место. Еремин Владимир Иванович – 300 тысяч на обустройство территории. И ТОС номер 11 Славянска на Кубани. Руководитель Дубко Людмила Анатольевна получит 200 тысяч рублей на обустройство территории. Кроме того, наш участковый Рогинский занял первое место в 15-м году, в 16-м еще не подводили. В соревновании среди участковых он получил, кроме личной премии, еще служебный автомобиль «Нива-Шеврали». Подводя итог, председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что в муниципальном образовании исполнительная и представительная ветви власти работают во взаимодействии. Ведь перед ними стоят общие цели и задачи, направленные на создание комфортных условий для проживания в Славянском районе. Итогом 16-й открытой сессии Совета Славянского района стало единогласное принятие депутатами отчета главы района и пожелание дальнейших успехов в работе на благо нашей малой Родины.